Добрый вечер Добрый вечер Благотворительного фонда нашей сердца Мою дочь Альбину Почему весь этот спектакль? Послушай, мы же договорились Помоги мне, прошу Ради памяти твоей матери Не смей даже произносить ее имя Прошу тебя, доченька Добрый вечер, друзья Я Я полностью поддерживаю своего отца И его друзей в этом начинании Но я знаю, что Я знаю, что этот фонд Выполнит свою задачу Помогать нуждающимся важно Но еще важнее, чтобы наши сердца Были свободны от грязи И лжи Спасибо Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот они. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Встречайте, не выехали. Все, понял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Главное не отставать от них. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, это понятно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Не болитесь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Не кипишуй, братан. Ну все, пацаны, здесь дело. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Тур, сука! Где бабы? Где бабы? Бабки дома! Валяй! 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 КРИКИ Нормально! Живи! Живи! Чё теперь? Загаситься на время? А не потей ты! Тихо, ходи просто. Помнишь, я тебе говорю, у нас тут на днях стрела намечается. Может, поможешь раскидать? Да не вопрос, напомнишь. Держите ваши доли. Всё, на связи. Салам. Салам. Чё с этим? Булла, салам. Чё, он опять на большиняках, что ли? Походу, бизнес-треальный. А этот Макет звонил? Нам, короче, ехать надо, брат. Булла, насчёт пацанов помнишь? Чё, поедем? Поехали. 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 Рассказывай. Я с ихним по разу выскочил, сломал его. У больницы сейчас, они предъявить хотят. Ты главный такой дерзкий. Пойдём пообщаемся. У Булла, как я тебе говорил, всё ровно было. По разу. Тем более, он сам позвал. Ты знаешь, что с Сэмом, братишка? Речи нет, Булла. Мы тебя уважаем. Он так не прёт. Я не понял, ты что, проблем хапнуть хочешь? Тебе ж сказали, замяли. Вам что, проблемы нужны? Да, Макет? Со стволами пришли. На войну собрались, что ли? Сейчас буду. Расход, пацаны. Закопали всё. Или что, стреляться будем? Давай, ехал. Хорошо, мы со своими местами порешаем. Маки звеним. Поехали. Поехали. Молодцы, чётко заделали. Обнатчики даже глазом моргнуть не успели. Я же говорил, дело верняк. Там было не пятьдесят лямов, как ты говорил. Да? А сколько? Сорок семь. Булат, я тебе верю. А у меня даже мысли нет, что ли ты или твои пацаны краями зацепили. Но я должен получить двадцать пять. Мы же с тобой не так договаривались. Это же больше половины. Послушай, я в свою очередь тоже должен платить за накол. Я даю информацию, а ты молочишь. И потом машины я вам подогнал. Понимаешь? Молодец был, красавчик, красавчик. На всей Караганде самые дерзкие. Да. Двадцать пять. Немель. В кассу было, да? Макит, ты помнишь, что я тебя просил узнать за Саяна? С которым мой брат близко двигался. Это которого тогда конкретно порезали, да? Да, помню. А ты, я как понял, хочешь вопрос за Руслана поднять? Да, ясность нужна. Это так не останется. Понимаю, понимаю. Братское сердце. Ну, Влад, я помогу тебе. Ну, ты разводишь для меня одно дело, тогда мы с тобой в расчете. Меня тут попросили с барыгами с одними залетными разобраться. Надо их прессануть и сделать так, чтобы они здесь больше никогда не появлялись. Щелкнешь их и считай ты со мной рассчитался из-за информации. Да не вопрос. Адресок иди, скину. Ладно, я пошел. Давай выпьем, ты куда? Я не пью. Ну, а нет, и сюда нет. Ну что, братан, все в порядке? Двадцать лямов. Остальное он себе открыл. Ты как так? Подожди. Он что, передернул что ли? Да ладно, я сам порешаю. Главное, ваши доли целых. Ладно, братан, это общий. Не грузить. Давайте лучше в Астану поедем. Хату снимем, в клуб забуримся. Базара нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Здравствуйте. Как? Что мы поставим? Как здесь все? Да ничего, нормально. Мы тоже приехали. Парни, познакомьтесь. Это Була. Родной братишка. Руслан. Сален. Выписано. Покой новый, Руслан? Рахмет. Да, покой новый. А, слышал. И что я? Что ты хочешь сказать? Тишину ловим, а? В смысле? Хорош, хорош. Не напрягать человека. За брата кто ответку не стал себя делать? Ну-ка, ну-ка, подожди. Ты что хочешь? Эй, щегол, стой на месте. Кто щегол? Пойдем на улицу. Иди сюда. Эй, Булда, Булда. Хорош, хорош. Эй, что за проблема? Эй, чего? Эй, успокойтесь. Эй, успокойтесь. Эй, успокойтесь. Все нормально. Эй, успокойтесь. Эй, успокойтесь. Эй, успокойтесь. Сторые на месте. Братан, может, кончим мы его нафиг, а? Не стоит туча. Здесь вообще ни при чем. Слушай, братан, мы с тобой до конца, если надо, постреляем их тут всех. Вообще не вопрос. Короче, замяли. Я же сказал, это мое личное дело. Ладно, поехали. Ну, что я здесь? Ну, что, может, похаваешь? Нет, я не хочу. В тот день с твоим братом был этот Саян. Сейчас он живет в Шенкенте. После того случая переехал с семьей, с родителями. Я слышал, что за мест весь из-за Жанна, из-за коммерца этого Алматинского. Вообще все было так. За Жанной один крутой встал, типа крыши его. И ходили разговоры, что это он, ну, заказал твоего брата. Но сам он умер лет пять назад. Это что получается? Спросить несколько, что ли? Он не заказывал твоего брата. Твоего брата заказал Жан. Жан взял деньги от штукные, от которых Руслан отказался. А потом послал киллера. Вот так. Это точно? Ну, обижаешь, Була. Люди надежные шагнули. Информация железная. За нее даже заплачено. А охрана серьезная у этого Жанна? Я этого не знаю. Ты это сам выясняй. И потом это твои личные дела. Так что я там ни при чем. Договорились? Хорошо, это мои проблемы. Так что с этими барыгами-то? Так, кстати. У тебя адрес барыг, а вот это адрес Саяна. В общем так, пацаны. Я буду делать до конца. Я его волону. И мне плевать, кто он крутой там или что. Не, подожди, братан. Наверняка у него охрана есть. Да и потом, как ты один справишься. Я вас не тяну. Дело серьезное. Статья до пожизненного. Да у нас уже лет на двадцать. Каждому есть. Братан, мы с тобой. Да, туча дела говорит. Вместе поедем, братан. Че, когда поедем? Планировал завтра. Тогда как порешаем с залетными, сразу валим. РАКОЙ КОПОЗНОВ Ты слышишь? Versido на измене, играй давай. РАКОПОЗНЫЙ ПРАВЛА Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну как вечером сделаем? Я детей заберу со школы, а потом сразу к твоим, да? Деска, тащи! Ура! Ура! Мам, ты нас заберешь? Я хотела, чтобы папа забрал. Нет, дочь, папе некогда. Я вас заберу со школы, потом мы быстро домой заедем, переоденемся и каташки с дочечкой, да? Хорошо. Саяна, ты где будешь обедать? А я тогда на работе пообиду. Какой там адрес из столобов? Салам алейкум. Салам алейкум ас-салам. Масло поменяйте. Алла и садарь. Да. Салам, как дела? Привет, Суша. Успеваем? Все нормально. Сейчас масло заменим, потом на геометрию. Хорошо. Мою машину перестань. Хорошо. Шеф, тут вас парень спрашивает. Хорошо, хорошо. Приезжайте. Проходи. Салам алейкум, Мусейн. У алейкум, салам. Проходите. Меня Влад зовут. И я братишка Руслана. Родной. Когда-то слышал о тебе. От Руслана. Я вот зачем здесь. Нет ничего спросить или сказать. Я не хочу. Я и так все знаю. Я пришел к тебе, потому что ты был самым близким к нему. Я ни от чего не отказываюсь. Что было, то было. Твой братан много сделал для меня. Я сожалею, что так получилось. Да. Я верю. Я знаю, ты же хотел спросить. Я бы не хотел это обсуждать сейчас. Конкретнее можно? Какие ко мне вопросы? Короче, Саян, я хочу спросить с этой тварей. Ты пришел предложить мне пойти с тобой? Это мое семейное дело. Но я знаю, для тебя это тоже дорого. Как и для меня. Решать тебе. Скажу прямо. Что бы мы ни сделали, Руслана не вернешь. Да? А я по-другому представлял нашу встречу. Кроме тебя и меня никому это не нужно, Саян. Все как крысы. Когда он был, были рядом. А сейчас? Послушай, я не хочу ругаться, но ты перегибаешь. В том, что я хочу спросить за брата? Или в чем? Ладно, Саян, все понятно. Живи дальше, не болей. Орожан, котлеты положи. Не надо. Спасибо. Давай, подвигай. У меня завтра выступление по танцам. Да? Папа, ты придешь? Пап, ты придешь? Приду. Саян, все нормально? А что ты не ешь? Да нормально все. Ребята, вам квартира нужна? Двухкомнатная, трехкомнатная, однокомнатная, евро, ремонт. Двух, трехкомнатная, все есть. Интернет, центр, евро, есть. Это гостиная, телевизор, DVD, мягкая мебель, окурки не кидать, микроволновый печь, теплый пол. Ваши вещи все поместятся. Ох, и рожа. Натуральный, наверное, самах. Похоже, что он способный. Настоящий небоскреб. Как в Нью-Йорке, блин? Э, а ты что, в Нью-Йорке был, что ли? Э, ты что, продевать хочешь? Короче, пацаны. Что там было? Тут все глухо. В холле всюду камеры и охрана. Все лифты и двери под контролем. Тут еще есть подземный паркинг. Там вообще на вырученной камере стоит. Фотуют лица и считывают номера машин. И еще. Мы даже не знаем, какие машины у Жана. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК У аппарата. Сау-малиху, Маке. Мне нужен адрес офиса Жана и номера его машины. Попроси чуть попроще. Я в долгу не останусь. Подожди немного. Я тебя сам маякну. Хорошо, жду. Да живут же люди. Откуда у него столько бабла? Наворовал походу. Столько же не заработаешь, правильно? Ну почему, может, заработал? Вложил бабло, дальше заработал. Вон в Америке. Люди так и становились богаты. Ну да, в начале всех крупных капиталов стоит темное дело. Читал? Ну не у всех, наверное, так, брат. Ты умники. Может, похаваете, а? Теперь мы знаем адрес офиса Жана и номера машин. Че там? Вокруг все глухо. Везде забор. Ворота вот эти одни. Тут, походу, артиллерия нужна. Опа-опа. Да это не жанр. Он как минимум в сопровождении двух машин ездит. Короче, ладно, поехали. Главное, чтобы он в городе был. А то так можно до Нового года прогаситься здесь. Это он. Опа-на. Круто подъехал. Пацаны. Опа-на. Пацаны. Пацаны. Смотрите. Прикинь, случайно ношу. Вон написано, Альбина Байбалсынова. Дочка известного бизнесмена стала президентом благодарительного фонда «Наши сердца». Это же его дочь. Да. Люблю проводить время с друзьями в кафетерии. Там очень вкусный кофе и так далее. И че думаешь, братан? Думаю, что это шанс. Украдем ее. А дальше папаша сам за ней придет. Из базара. И парковаться хотите? Место найдем и за машиной присмотрим. Давай-давай, братишка, а то проблема реально. Братан, там место есть. Если оттуда обидеть, идеально паркнемся. Добро пожаловать в Кафетерию. Проходите. Да срубить бы за раз парлампфи жить здесь. Меня сейчас другой тревожит, что нам придется так долго ловить ее здесь. Да стопудово у нее охрана есть. Хоть один да есть. Я сейчас перетру с официантом. Слушай, можешь про одного вашего клиента кое-что сказать? Я тебя започу. Нет, не стану. Ну ладно, я тебя нормально. Я с тобой не буду. Даже базарить не стал. Хоть за деньги, хоть так. Не вариант. Ладно, пойдем отсюда. По очереди пасти будем. Может повезет. Эй, счет дай. О, спасибо, братишка, что присмотрел. Спасибо, знали. А. Береги себя. Я сейчас, пацаны. Братишка, тебя как зовут? Мональбекача. Ты что здесь трешься? Работаешь, что ли? Да нет, детдомовские. Мы с пацанами ходим, за машинами смотрим на это. Тут же крутые. Кто-то бабла подкинет, тогда нет. Мональбек, ты вот эту тёлку здесь видел? А, посмотри внимательно. Да, часто здесь бывает. Издалека видел, а так не подходил. А что, что-то надо, брат? Короче, смотри, только между нами. Мне с этой тёлкой встретиться надо. Понравилось, понимаешь. А я сам здесь её ловить не могу. Ты вот что, походи, посмотри. Если увидишь, позвони. Я тебе заплачу. 300 баксов. Базар. Да нет. Давай я тебя запишу. Только смотри, если кто узнает, я тебе башку откручу. Понятно? Саламу алейкум. Алейкум ассалам. Чё просишь? Десятку. Могу сто петель, если заберу сейчас. Давай капот дёрни, посмотрим. Чё, подвижку нормально? Да, конечно. Оформлять как будет? Хочу дайден чирканем. Хочу сон поедем. Давай подаверим. Балам, бұл Исаған, канча уақытка керек. Көрдің көй, газ да жоқ, аса жақы да ида жоқ. Бірақ, мен, мұна жерде, жақым жерде тұрам. Егер бінарса, қажет бау жатса, айтарсын. Сонапты, жақсы, мен сізге, оны, дабырден нақшасын бересалайын. Нұнқи! Когда ее хапнем, надо будет ее одежду и мобилу спулить. Малалетам-майяк. Да? Появилась? Да ты чё? Хорошо, щегол звонил. Тёлка в кабаке появилась. Ничто. Поехали. Туча, вставай. Ну, чё за кипиш? Точно она не ошибся? Да отвечаю, Железкая она, Альбина зовут. Вот с подругой встречается, зашла с охранником. Ну, он, белый мертвец, видишь? А дело внутри. Хорошо. Вот тебе деньги. И это, исчезни, потеряйся, понял? Хотя б на пару недель. Речи нет. Рахмет, брат. Давай. Она внутри. Саня, ты со мной. Ты будь на старте. Поближе подъедь. Всё, базара нет. С охранником двигается. Придётся их гасить. Да, в тачке ещё один. Не просто будет борта. Да плевать, Ровка, ну как нам делать? Да плевать, Ровка, ну как нам делать? Вальма отсюда. Там мы прям сейчас. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не газуй, ты чё? На улице сделаем. Чё-то реально не то. Много шума будет. Есть идея. Ну, ребят, нас вообще ничего не удивишь осмотрел. Кого нужно встретить, чтобы удивились? Скажите. Здравствуйте. Альбина? Да. Всё нормально. Я читал, вы любите белые розы? Примите, это вам. Спасибо. Там, кстати, записка есть. Какие красивые. Красава. Красава. Учитесь, ребят. Все хорошие. А вы когда последний раз девушкам цветы дарили? А теперь ждать может клюнет. И чё? Чё теперь? Свидание, что ли? Да, там её и хапнем. А сад. Садик, чё. Спасибо. А вот при работе... Правильное притяное обествение для рецепта. Наши птицы не забыл. А вот так это не твое дело. Мельк, мельк. Птица в баде. Мельк, мельк. Алла. Алло, Булат. Это Альбина. Я просто хотела сказать спасибо за цветы. Да, пожалуйста. Может, встретимся сегодня? Нет, давайте завтра. Хорошо. Есть одно кафе. Я вам объясню, как проехать. Отлично. О, доченька! Привет! Доброе утро. А у меня для тебя подарок. Да, косым умеет выбирать украшения. На мои деньги. А ну-ка, посмотри. О, отлично. Тебе идет. Ну что, как дела? Хорошо. Вот, изучаю документы фонда. Умница. Этот фонд очень важен для меня. Нуждающимся надо помогать. И потом этот фонд станет твоим. Надеюсь, для моих дел не нужна подержима в виде фонда. Я все-таки планирую платить налоги и не выводить деньги непонятно куда. Слушай, во-первых, это всего лишь оптимизация налогов. А во-вторых, пойми, это деньги наши, нашей семьи. Твои и твоего брата. Кстати, как он? Звонил? Да, конечно. Сто раз. Сама ему позвонила. А ты знаешь, он ходит по магазинам. Ему некогда учиться. Пообещай мне, что это дело с фондом не продлится долго. И я так не могу. Это же обман. Эх, доча. Вся наша жизнь обман. Вся наша жизнь. Ладно, я улетаю. Сделка по офшору горит. А облаю передай, пусть занимается. Ты же все-таки его старшая сестра. А ты думаешь, он меня слушает? И вообще, то, что ты называешь семьей, уже давно не существует. А ты не замечаешь? Ладно, потом поговорим. У меня сейчас нет времени. Такий приказ, у нас ваш опрос будет закончен. Слушай, братан, я, кажется, нашел, чем ты ее возьмешь. Где завязывай? Хороший приказ. Стецелин. Сландер. Стецелин. Суча, нам нужен сландер. Чу-чу-чу. Я его тот убийственный галстук просто. Надо было его убрать, а воровать не надо было. Ничтяк устроилась. Кабак там же, где и хата. И че, как будем брать ее? Мне кажется, с ней надо прогуляться, в тачку посадить. Там типа пообщаться, а-ля Улю. Короче, на месте разберемся. А в машине будьте. Вы знаете, совсем необязательно каждый раз дарить пицценты. Договорились. Извиняюсь. Алло. Расскажи о себе. Ну так, ничего особенного. Сейчас есть проект, вот занимаюсь. По образованию я энергетик. А где учился? Я в Карландии учился. А я юрист. Закончила в Штатах. Хотя всю жизнь мечтала стать дизайнером. Папа не разрешил. А ты одна в семье? Нет, у меня есть младший брат Аблай. Вот он точно делает то, что хочет. Ну что я тебе и скажу. Только школу закончил сейчас в Европе. Мечтает стать футболистом. Папа ему все позволяет. А у тебя есть братья или сестры? Нет, я один. Вот с мамой живем. А отец нас давно бросил. Да и маму я сейчас редко вижу. Работа. А у нас наоборот. Мама умерла несколько лет назад. Ну, с тех пор как-то. Грустно, в общем. Очень жаль. Извиняюсь, Альбина. Завтра ипподром отменяется. Мы договаривались. Я знаю, знаю. Ну, прости. Булат, а вы ездите верхом? Ну, да. В детстве в ауле ездил. Ну, вот и отлично. Завтра составите компанию Альбини, окей? Ну, до завтра. До завтра. Поаккуратней там в седле. До свидания. Ну, что, братан, мне в мазь было? Не, запала не было. Завтра момент будет. Добозарился уже. Ладно, поехали домой. Булат, ты сам говорил. Быстро все сделаем и уходим. Ты, Туча, я же сказал, сделаем. Неудобно было. В смысле неудобно было? Ты, Туча, не учи меня, как делать. Я сам знаю. Э, пацаны, хоррой ругаться. Туча просто говорит, что палево будет, если затянет. Ладно, короче, поехали. Завтра сделаем. Ты почему не спишь? Что-то болит? Это все нормально. Просто не спится. Ты в последнее время какой-то странный ходишь. Все время думаешь о чем-то. Да такое, какие проблемы на работе. На работе? Честно? Привет, Альбина. Здравствуйте. Как дела? Хорошо, как ваши? Нормально. А вы не знаете, когда папа прилетает? У него много дел. Он может задержаться. А ты куда, если не секрет? На ипподром. С кем? С друзьями. Ну, хорошо. Если что, звони. Хорошо. Проверь к этому пацана. Не нравится он мне. Сделаю. А ты хорошо лошадью управляешь. Молодец. Вообще-то это он. Его зовут Агата. Хочешь прокатиться? Он спокойный. Ну, давай. Правда, я давно верхом не ездил. Держи. Отлично смотришься в седле. Что, катаются они там? Да катаются, катаются. Короче, там охранник. И Була, походу, его хочет как-то отвлечь. А мне кажется, просто он хочет с ней подольше повисеть. А мы тут что делаем? Слушай, имей терпение. Момент же ждем. Ты что, слепой? Ты что, не видишь, как он изменился за эти дни? Донесет его куда-то. Ну и что? Мы же сами впряглись. Короче, до конца делаем. Не знаю, брат. Вот увидишь. Он скажет, до вечера посмотрим. Ну, а там просто будет гулять с ним. Не знаю, не знаю. Вау, какая красота. Может, вот так? Ну, а сейчас Анжела подколет. Шикарное платье. Цвет тебе очень идет. Спасибо. Казиза, а можно к сегодняшнему вечеру? Во сколько? В семь. Анжела, успеем? Да, успеем. Альбина, что ты так торопишься, му? Можно подумать, у тебя вечером свидание. Ой, ну если свидание. Святое сделаем. Ну, Альбина, ну рассказывай, колись. Да нечего рассказывать. Ну, поболтали. Сегодня идем ужинать. Сама ему первая позвонила. Встречу в кафе. Сегодня ужинаешь с ней. Ты что, влюбилась? Да, прям. Ну, просто мне с ним интересно. Он не такой, как все. Он живой, настоящий. Не знаю. Чего ты не знаешь? Давай вперед, поняла? О, Боже. Все вокруг влюбляются. Как-то я влюблюсь. Пойду стресс сниму. На массаж схожу. Давай, пока. Давай, созваним тебя. Проводи Айку. Пока. ПОПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПОПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПОПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Как-то мы сегодня больше молчим, чем говорим. Да, есть такое. Может, тогда потанцуем? Думаю, мы здесь не танцуют. Да, мы танцуем. Пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Спасибо за танец. Это я сейчас. Пойдем, пойдем. 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 В смысле, Туча? Какие слова? Чего они тут делают? Сколько мы будем за тобой ходить? Туча завязывает. Ты что такое говоришь? Не-не, подожди. Я не понял. Ты что, предъявить, что ли, хочешь? Короче, Булла, так не катит. Или дело делаем, или иди дальше со своей тёлкой гуляй. Ты что, ты камушканы сел? Завязывайте, вы что, Туча? Рамсы попутал, что ли? Булла, братан, реально. Может, ускоримся, а то глаза мозолим тут. Не нравится, можете не ждать. Это моё личное дело. Ну, Ярка сказал. Завязывай. Всё, тогда отдыхаю ровно. Лично я уезжаю. Туча, подожди! Булла, братан, не пыли. Санёк, не буксуй. Зря вы сюда приехали. Я сам должен был своё решить. Двигайте домой. Если надо, машину берите. Братан, тачка тебе нужней. Стволы мы с собой заберём. Палево для тебя будет. Ладно, братан? Давай, удачи. Здравия желаю. Он сам с Караганты считается авторитетом среди местной молодёжи. С кем двигается? Сам по себе. Там есть такой маке, решало местный. Он этому Булату работу и даёт. Интересно. Интересно. У него был брат Руслан. У него группировка была в Алмате. Может, помните? Руслана убили десять лет назад. Альбиночка, привет. Здрасте. Ты в спортзал? Да. Можно тебя спросить? Извини, вопрос немного нескромный. Твой новый знакомый Булат, он откуда взялся вообще? Он же не из твоего круга, не так ли? Касым, я понимаю, что вы отвечаете за безопасность нашей семьи, но у меня должна же быть личная жизнь. И всё-таки, просто жучий, необычный он, я бы сказал. Он нормальный парень. Альбина, твой папа сделал для меня очень много. Я не прощу себя, если с тобой что-то случится. Да, мой папа любит вынуждать людей чувствовать себя обязанными. Да даже дело не в этом. Я просто прошу тебя, будьте осторожней с людьми. Этот парень… Я правда опаздываю. Повнимательней. Дай трубку. Тише, 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 тише. Да? Жан, приветствую. Это я. А, это ты, Касан. Слушай, надо поговорить. По-моему, у нас проблемка. Мне сейчас некогда, я тебе сам перезвоню. Ладно, сами разберемся. Ладно, сами разберемся. Хорошо. Своди лопатки. Сердце держи высоко. Я сейчас, хорошо? Что за срочность? Просто хотел увидеть тебя. Слушай, поехали на лошадях, покатаемся прямо сейчас. Я могу уехать и вот хотел с тобой провести время. Да? Ну, хорошо. Я сейчас только соберусь. Ты мне внизу подожди. Хорошо? Хорошо, я внизу. Давай. Эти опять возле нас будут. Ну, это их работа. А ты чего такой злой? Чуть-чуть-чуть. Агат, стоять! Успокойся! Тихо! Улад! 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 У тобой все в порядке? Ничего не сломали? Нормально все. Ты как? Покажи! Покажи! Не выходи сидеть. Можно обработать. Да не ерунда все это, Альбина. Может просто водой промыть? У нас есть вода? Сходите за водой. Господи, где эта перекись? У меня есть аптечка. В борточке. Иди-ка сюда. Дверь закрой. Это же Альбина? Ну давай за ним. Куда мы едем? Откручиваем? Сиди-сиди-ка. Я сказал, не дергайся. Сиди-сиди-ка. Я сказал, не дергайся. Расстань. Ты можешь быстро ехать? Да что он делал, твою мать? Что случилось? Ты можешь быстро ехать? Тихо! Сиди! Сиди! Тихо! Сиди! Тихо! Сиди! Тихо! Сиди! Не упусти! Сиди! Тихо! Тихо! Стой! Стой! Тихо! Тихо! Сиди! Тихо! 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 Сиди! Тихо! Ты что слепой? Куда ты едешь? Убирай струк! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Влад, ты можешь объяснить, что происходит? Спокойся, я сказал. Просто нормально. Объясни мне. Иди сюда. В общем-то, ни слова больше не будет хуже, поняла? На тебе одежду, переодевайся. Ты в своем уме я никуда не поеду. Переодевайся, я сказал. Не доводи меня. Садись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шеф, в реездах. Ага. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая погода замечательная, не то что блендер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отследить нет возможности. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он сюда садится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он выходил на связь? Никаких сигналов. Жан, я хотел сказать, что это брат Руслан. Того Руслана. Какого ты мне об этом раньше не сказал? Ты понимаешь, что это может быть? Я пытался, но вы сказали, вам некогда говорить. Потом хотел взять его, но как бы понять, чего он хочет, но не успел. Так пойди и найди его! Душу из него вынь! Но верни Альбину! Делай все, что нужно будет! Я за все отвечу, за все! Понял? Ты понял меня? Я все понял. Пустите охрану! Дома, в офисе, везде! Все, поехали! Ну что, пошли его! Сейчас будем! Ко мне какие конкретные вопросы? Вопросов никаких нет! Есть деловое предложение! Если откажетесь, я вас убью прямо здесь! Да! А не боитесь, что ты вообще не выйдешь из этого города? Тебе прямо здесь зароют! Попугать меня решил? Я не пугаю вас! Сказал же! Это деловое предложение! Если согласитесь помочь, получите двадцать штук! Тоже прямо здесь! И в чем заключается моя помощь? Мне нужен был! Просто скажи, где он сейчас? Что он задумал? И с кем контактировал? А также в окружении! Это надо подумать! Минут пять! Окей! Окей! Сейчас! Окей! Окей! Может, ты объяснишь, что происходит? Это все из-за твоего отца. У меня был старший брат, которого десять лет назад убили. И убил его твой отец. Да, это ошибка какая-то. Он его не просто убил, он его заказал. Подло и трусливо. Из-за каких-то денег. Кто ты вообще такой, чтоб так говорить про него? Я имею право по полной спросить с твоего отца. И мне плевать, веришь ты мне или нет. Мой отец найдет тебя и ты сядешь. Посмотрим. Хорошо, и что ты собираешься делать дальше? Спи давай. Здрасте. Здрасте, Саша. Приминальная полиция. Стоять! Эй, что ты убрали? Поехали, поехали. Отпускай. Так, ребят, кто из вас тут туллиген? А в чем дело? А вот он. Эй, господин! Отпускай, сука! Дай им по мозгам, чтоб все забыли. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Отпусти, сука! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Все, успокойтесь. Ребят, давайте-то прекратим. Просто скажите, где Булат? Да пошел ты, сука! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты же братан держись! Суки, вы ответите за это! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Слышь, ты можешь все это прекратить. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Позвони Булату и скажи, что нужно ответиться. Пошел ты, мусор поганый! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Может, ты скажешь, или я убью твою друга прямо здесь? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я уговаривать долго не буду! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Саня! Он сейчас умрет! Держись, сука! А, сука, Саня! Держись, братан! Сука! Ты чего села? С ним нужно было дальше работать. Я думал, он... Не надо тебе ничего думать! Думал он! Все, приберите здесь и поехали! Сейчас мы поедем поближе к городу, и ты сделаешь звонок. Позвонишь своему отцу и скажешь, чтобы он приехал за тобой один. Ты такой наивный. Ты думаешь, он меня послушает? Да ты через пять минут окажешься в тюрьме. Разве я виновата в смерти твоего брата? Замолчи. Качаешь меня? Ты меня не разведешь, поняла? Вставай, давай. ВЫСТРЕЛ 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 Меня звозить не буду! Замолчи, сука! ВЫСТРЕЛ А сейчас срочная информация от полиции. В ДВД Алматы разыскивается особо опасный преступник Амирасанов Буладжан Каирбагдадович, 90-го года рождения, уроженец Караганды. Рост высокий, спортивного телосложения, волосы темные, короткие, глаза карие. Преступник может быть вооружен. Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просим сообщить по телефону. 397-99-99 или 112. Здравствуйте. 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 Полиция уйдет. Вы сходите на службу? Вы сходите на службу? Я дроссмен студент мой. Не болды? Мир... Бузақыныз деп жүрдейді. А-а, сіз хорқпаныз. Білясинке болатын басам, мен хабарласам. Казах, кішкен асақтырым. Алла Макет, я. Ай, это ты? Утром буду в городе, мне кой что нужно? Тебе не надо приезжать. Почему? И не звони мне больше. Если хочешь жить. Здравствуйте. Сitty неге бұл. Айтам жәліптіген. Чередген, номер 3гельмеген, номер который вы набрали, не зарегистрирован. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Куда? Я не полезу! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Открой, младь! Младь, открой! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я не могу здесь лежать. Петь будешь? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 На, пей. Куда ты меня везёшь? К одному человеку. Старому знакомому твоего отца. Я хочу, чтобы он тебе рассказал, как твой отец делает дела. Зачем? Может, я хочу, чтобы ты мне поверила. Давай багажник. Нет. Я поеду с тобой, но только в машине. Пожалуйста. Я понимаю, что тебе сейчас очень тяжело. Ты потерял брата. Но ты его уже не вернёшь. Ты его никогда не вернёшь. А убийцей ты можешь остаться навсегда. Да, наплевать. Я уже и так слишком далеко зашёл. Подумай о матери. Ведь у неё остался только ты. И у меня остался только отец. А ты веришь в Бога? Ну да. Родители с детства говорили мне об этом. Тогда ты должен знать о справедливости. Зачем ты так со мной? Альбина, хватит умничать, а? Да. Через 20 минут садимся в Алматы. Спасибо. Пилоту, передайте, что после обеда мне нужно быть Шамкенте. Хорошо. Сейчас перекусим и поедем дальше. Смотри только без шуток. Это, конечно, не итальянская кухня. Но очень даже вкусно. Так как оно進 sale. Продолжение следует. Редактор субтитров Н. extra 3 6 Ну что, поехали? Давайте. Арука, пока. Пока. Я сегодня три Петерки получила. Ой, молодец, Джон, молодец. А ты? Я тоже Петерку получил. Ой, не ври, небось, Райку получил. Все, все, садитесь, давайте. Кель. Саян. Ты меня не знаешь, зато я тебя знаю. Поговорить нужно. Кто вы? Знакомый, и твоего знакомого. А у тебя славные дети. Молодец. Я не понял, в чем дело? Тут на днях к тебе один паренек должен был зайти. Булат, детский такой, молодой. Заходил? А что? Мне очень нужен этот парень. У меня мало времени. Нечем не могу помочь. Ну, тогда тебе привет от Жанна. Что ему передать? Я никаких дел не хочу иметь ни с Жанной, ни с этим парнем. Если что-то случится с моей семьей, я не останавливаюсь, не перечерплю. У Булата дочь Жанна. Если мы ее не найдем, я опять приеду к тебе. Слушай сюда, кто с кем и чья дочь. Мне наплевать. Ладно, я тебя предупредил. Потом не обижайся. Вон. Прием. Пока чисто. Никаких новостей. Сука! Вон. Пошли вон отсюда, праздник закончен, вон, пошли вон отсюда, вон, молите нахрен, вон, пошли вон. Саян, к вам пришли, пусть заходят. Саламу алейкум, Саян. Извини, что без приглашения, вот это Альбина, познакомься. Что вам нужно? Я вижу, ты не рад встрече. Ну, в прошлый раз я тебя нагрубил, мне описать, погорячился. Тут такое дело, Саян, Альбина, это… Дочь Жанна. А ты откуда знаешь? Мне не нравится, что ты впутываешь меня в свои дела. Я всё объясню. И зачем ты её впутываешь? Булат сказал, что вы очень хорошо знали моего отца, и что можете подтвердить, что он якобы имеет отношение к смерти брата Булата. Зачем? Я хочу знать, правда это или нет. Если я скажу правду, это что-то изменит. Булат, я тебе советую. Возвращайся домой. Не портю себе жизнь из-за этого. Когда-то мне тоже советовали, я не послушал. Знаешь, если я даже поступлю так, как ты говоришь, то это будет уже не из-за моей жизни. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, что поделаешь, мы ведь пенсионеры. Только вот одна радость. Внуки. Пап, мам, ребятам совсем не интересно, кто куда переехал. Нет, мне правда интересно. У вас очень уютно. Я тут все своими руками переделал. Было все запущено. Да, Рейхан? Да. У вас, правда, очень хорошо. Чувствуется семейное тепло. Там родители постелили. Альбина, мама детская, а тебе было в гостиной. Я поехал. Надеюсь, все будет тихо. Рахмет, утром нас здесь не будет. Спасибо вам. У вас прекрасные родители. И простите. Простите за все. Ладно. Кстати, не забудь машину загнать. Может быть, и я хотела бы так жить. В уюте тихо. Встретить старость с любимым человеком. Позиться с внуками. Остальное не важно. Может быть, и не важно. Ладно, иди отдохни. Я здесь побуду. Влад, а что будет завтра? Мне страшно. Не переживай. Все будет нормально. Веря мне. А давай уедем куда-нибудь от всех. Мне это означало встречу с твоим отцом. Скажи ему все в лицо, как есть. А там будь что будет. А мне что делать? Вернуться к отцу и жить с убийцей вором? А ты? Ты так и будешь заниматься саморазрушением? А что дальше делать? Сидеть в офисе и работать на таких людей, как твой отец? Где сплошь и рядом взятки и откаты? Да нет, лучше уж так. Честнее будет. Ну, можно же жить простой и честной жизнью. Не знаю. Когда умерла ее мать, я пытался чаще с Альбиной быть, но не получалось. Она выросла сама, без меня. Найди. Найди его, укатай в бетон, сотри в порошок, чтобы я про него забыл. Ты понял меня? Я все понял. Да, слушаю. Алло, пап, это я. Альбина? Ты в городе? Пообещай мне, что ему ничего не будет. Хорошо, хорошо, я обещаю, я обещаю, с ним ничего не будет. Альбина, ты где? Я прошу тебя, я, доченька, я волнуюсь. Он рядом? Да, но мне ничто не угрожает. Нам нужно поговорить. Дай мне слово, что вы его не тронете. И он без оружия. Я даю тебе слово. Он не пострадает. Слово. Не трогайте его, пока я не поговорю. Понятно? А потом, сделай так, чтобы это выглядело как разборный. Ну, там, криминал, свои убили и все такое. Но он должен умереть. Понял? Здравствуйте. Все нормально, не трогайте его. Прицепите подарок на одну машину. Как по нему. Принято. Здравствуйте. Здравствуйте. Доченька, ну, наконец-то ты дома. Нам нужно поговорить без посторонних. Подожди, подожди. А что же ты не знакомишь меня со своим другом? А ты, если хочешь ее руки, то делай это как положено, по-человечески. Я вообще-то не свататься пришел. А сказать кое-что. Да? Говори, я слушаю. Жан, пусть при дочери твоей и при псах твоих, но я тебе скажу, как есть. Я хочу убить тебя за своего брата Руслана, которого ты подло убил. Конечно, не своими руками. Но только из-за нее я пока это дело отложу. Что за бред ты несешь, а? Что за брат? Какой Руслан? Не притворяйся, папа. Я все знаю. Убивайте за денег. И меня кормить этим. Доченька, это неправда. Я клянусь тебе. Я ухожу. Подожди, подожди, доченька. Ну, подожди. Ну, конечно же, я ничего ему не сделаю. Я... Я прощаю его, но ты не верь ему. Все, отправьте его. Он мне надоел. Я только тебя убери, я сам уйду. Былат, подожди. Не уезжай без меня. Неужели ты веришь этому проходицу? Просто так возьмешь и уйдешь с первым встречным от меня, от родного отца? Я ухожу, потому что здесь все. Гублено на эти деньги. Но я и предположить не могла, что ты способен на убийство. Вот ты какая. Как заговорила. Неблагодарна. Если бы мама была жива, она бы тебя презирала. Ах ты! Я обнародую все твои дела, понятно? По налогам, по тому убийству. Я знаю, что ты шантажируешь, Косыма. Я все знаю. Помолчи, или я тебя... Что? Убьешь меня? Альбина? Не держи ее, пусть идет. Влад! Влад, подожди! Пожалуйста. Пожалуйста, забери меня с собой. Пожалуйста. Ведь ты меня совсем не знаешь. Совсем. Я люблю тебя. Ладно, поехали отсюда. Жанна, она с ней в машине, едут на вази с города. Жанна, она с ней в машине, едут на вази с города. Семья, семья. Нет у меня давно никакой семьи. Семьи нет. Все давно оставили меня. Ты помнишь, когда-то ты поклялся в неверности? Поклялся, что исполнишь любой мой приказ. Да, я помню же. Ты стояла чуть ли не на коленях. И тогда я помог тебе, вытащил из ямы. Так вот, они едут, едут. Давай. Нажимай. Так, там же с ней... Молчать! Не надо ничего говорить, делай, что я говорю. Жанна, она просто не понимает, что творит. Перебесится, вернется. Она же еще ребенок. Она предала меня. Жанна. А я не прощаю предательство. Давай! Нажимай! 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 Понял. Нажимай! Нажимай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Алматы прошлой ночью прогремел срыв, а в предварительной версии автомобиль принадлежал криминальному авторитету из города Караганде, полот Жану Аверосанову. Фрагменты взрывного устройства были обнаружены в нижней части автомобиля. Машиной управлял сам Аверосанов. В салоне с ним находилась Альбина Байбусынова, дочь известного бизнесмена и мецената Жанна Байбусынова. В результате взрыва водители и пассажир скончались на месте. Взрыв произошел по улице Бабушуны по направлению Грундаевы. Участие прохожие, водители и пассажиры, проезжающие в два авто... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, слушаю. Ну что, Саря, не спишь? А вот кто это? Короче, надо увидеться. Я скажу тебе, кто убил Руслана. Так и знала, что это снова начнется. Василий, ничего не начнется. Пожалуйста, не обманывай меня, пожалуйста. Мне нужно поехать. Не переживай. Все будет хорошо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА К вам пришли. А, Саян. Проходи. Ну что, на минуточку почувствовал себя, как тогда? В те годы? Эх, золотое было время. Да? Так что там насчет Руслана? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А я все помню. До мелких подробностей. Как ты его до подъезда проводил. Как уехал. Значит, это ты его убил? Ты понимаешь? Я его совершенно не знал. Мне было наплевать, кто он, хорош или плохой. Плевать. Когда-то я был на стороне закона. Потом. Потом меня посадили в тюрьму. Меня хотели убить. Тогда Жан меня вытащил. Я ему поклялся верности. Потом Жан приказал убить Руслана. Потом тебя. Но ты вышел. А на днях он приказал убить этого пацана. Но вместе с ним умерла она. С ней поступили слишком жестоко. Она этого не заслужила. Вы с Жаном подлые ублюдки. Трусы, гниды. Вас давить надо до конца. Ты прав. Если этого не сделать, завтра я приду за тобой. За твоей семьей. Потому что мне это прикажет, Жан. Если ты еще раз коснешься моей семьи. Да? Духу хватит? Короче. Жан сейчас у себя в бане. Охрана слаблена. Я приказал. Там нет камер. Адрес ты помнишь? Та самая баня. Ты там не раз бывал. А я не могу нарушить клятву. Пойми. Не могу. Бедная Альбина. Я ее так любил. Все. А теперь иди. Разговор окончен. Иди. Пристрелить бы тебя. Да не хочу уподобляться вам. Ничего. Кто-нибудь это сделает. Ты прав. Пора прекращать эту бессмысленную и бесполезную вознюю. Да ну нафиг. Все. Болем. Болем. Что стало? Полицию. Скорую вызывай быстрее. Ладно, брат. Спасибо за помощь. Надо дергать домой. Извини, что втянул тебя в это. Да ладно. Нормально. Надо было жестко. Скажу. Да. Кто узнал, что так получится? Ладно, братан. Давай, если что, звоним. А связи? Все окей. Все окей. За своего друга, брата, за Руслана. Этот человек для меня сделал очень многое. Все ровно, братишка. Просто завтра пораньше зайдь. У меня лежат, я ничего не сделал. Я ничего не сделал. Все. Хватит. Эй, ты. Отвези их. Пусть едут домой. Ну что? Все. Все. Давайте. Валите. Надоели уже. Отвези их. Эй, эй, ты куда? Эй, 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 эй! Подожди, подожди. Саян. Точно, Саян. Я тебя узнал. Вот и хорошо, Жан. Знаешь, тогда я не смог это сделать. Хотя надо было. Идиот. Тебе конец. Охрана! Охрана! Да! Да я тебя похороню. Как Руслана? Как его братишку? Как собственную дочь? Нет, Жан. Твоя чаша переполнилась. ВЫСТРЕЛЫ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ГРУСТНАЯ МЕЛОДИЯ Зарудин! ГРУСТНАЯ МЕЛОДИЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok